В Москве 12 часов 34 минуты. Это Вести ФМ и возвращаемся к темам этого дня. Сергей Иванов, вице-премьер, считает возможным брать с грузовиков тяжелее 12 тонн плату за проезд по российским автодорогам. Обсуждаем это заявление с руководителем Межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта дальнобойщик Валерием Войтко. Валерий, добрый день, еще раз. Добрый день, еще раз. Скажите, как вы отнеслись к заявлению Сергея Иванова? Мы помним, что не так давно Минтранс предлагал брать деньги еще и с российских грузовиков. По вашему мнению, это поможет, эта инициатива? Ну, во всяком случае, драматизировать ситуацию мы не намерены. И хотелось бы поправить уважаемого министра и господина Иванова. Ведь деньги-то будут браться не с российских грузовиков, а деньги будут браться с российской экономики. Потому что грузовики – это, в общем, отрасль обслуживающая. Мы не работаем сами для себя. Мы возим грузы, мы возим продукты питания, мы возим товары народного потребления. И все эти сборы налоги лягут, естественно, в себестоимость перевозки, в себестоимость этих товаров. Поэтому автотранспортникам, по большому счету, этот налог их по карману, он не ударит. Это означает, что автоматически будут повышены ставки за перевозки народно-хозяйственных грузов. С вами вообще консультировались, прежде чем вообще хотя бы выдвигать такие инициативы? Я имею в виду Минтранс. Ну, на самом деле, конкретных вопросов и конкретных ответов на эту тему не было. Но мы, работая с Комитетом по транспорту Госдумы, с Росавтодором, так или иначе свою позицию озвучиваем. Ну, о каких примерно суммах вообще может идти речь здесь? Даже предположить не могу. Но, на самом деле, главный аргумент, как и вице-премьера Сергея Иванова, так и министра транспорта Левитина, это деньги. Нет денег на то, чтобы ремонтировать дороги. С дорогами действительно большая проблема в стране. И вот это один из способов. И, кстати говоря, приводят в пример европейские страны. Там же берутся своих перевозчиков. Ольга, понимаете, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда одну проблему подменяют другой. Ведь серьезные проблемы в дорожной отрасли накапливались, ну, по меньшей мере, полтора-два десятка лет. Причем проблемы эти системные, масштабные. И корни этих проблем можно искать, можно начинать искать и в несовершенстве законодательной базы, а заканчивать, ну, в банальном воровстве и коррупции. Ведь нам не предлагают никаких прорывных инфраструктурных проектов, хотя такие проекты существуют. А нам, как в басне Крылова, квартет, да, вот, пересадим с одного места в другое, там, либо введем платные дороги для всех, либо какие-то сборы, поборы с грузовиков. Ну, выглядит это, по меньшей мере, неубедительно. Тем более, что вопрос сборов и налогов выходит далеко за рамки компетенции Минтранса. Это все принимается федеральным законом. А это влечет за собой изменения и в налоговом кодексе, и в бюджетном кодексе, и в кодексе административных правонарушений. Ну, в общем, всего не перечислишь. Конечно, будет обсуждение в Госдуме, конечно, будет обсуждение в профессиональном сообществе. И вот в ходе этого обсуждения хотелось бы четко оценить вот суммы и цифры. То есть ущерб экономике, то есть каждому из нас, кто будет платить за товары больше, потому что грузовики будут платить этот сбор. И оценить аппетиты дорожников. Уж в последние-то годы, несмотря на все эти кризисные ситуации, нам декларируют, что Росавтодор получает колоссальные суммы на ремонт, реконструкцию, обслуживание, эксплуатацию дорог. Вопрос-то, видимо, стоит ставить в немножко иной плоскости. То есть эффективность работы дорожных служб, прозрачность, отчетность, ответственность. Потому что ведь можно привести огромное количество примеров. Ну, начиная вон с четвертой полосы МКАДа, где грузовиков нет, а колейностей выбоины есть. И, ну не знаю, до улиц любого захудалого райцентра, где вообще не бывает грузовиков, но и дорог по факту тоже нет. Спасибо большое за ваше мнение. Валерий Войтко, руководитель Межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта, дальнобойщик был в нашем эфире. Напомню, грузовики, возможно, будут платить за проезд. Брать с тяжеловеса в деньги считает нормальным вице-премьер Иванов. Такое заявление он сделал сегодня. Напомню, сейчас плату за проезд по российским автодорогам взимают только с иностранных перевозчиков. Итак, чиновники в очередной раз пытаются найти способы отнять деньги у автоперевозчиков, а значит и у населения, чтобы компенсировать разбазаренные и украденные за последние годы средства на строительство и ремонт дорог. Им и в голову не может прийти мысль о том, что по справедливости-то как раз наоборот, это перевозчикам нужно доплачивать за то, что те ездят в основном по бездорожью, тратя огромные суммы на ремонт ходовой, замену убитой резины, дополнительные заправки, впустую используя на это свое время свой труд. За последние годы Министерством транспорта не было сделано ничего для развития автотранспортной отрасли. И держится она пока еще лишь на тяжелейшем труде водителей и предпринимателей. В последние два года большинство перевозчиков работают в убыток, надеясь, что экономическая ситуация когда-нибудь выправится. Но чиновники, видимо, не в курсе того, как выживает вверенная им в управление отрасль. Или же намеренно ее убивают, преследуя какие-то свои корыстные интересы. Иначе как объяснить постоянные попытки обложить автотранспортников все новыми и новыми поборами, не приводя при этом никаких на то разумных оснований? Вот Санкт-Петербургская кольцевая. В течение года двух на левых полосах, где почти не ездят грузовики, образовались глубокие колеи. Две правые полосы, где происходит постоянное интенсивное движение большегрузных автомобилей, до сих пор находятся во вполне приличном состоянии. Вот Санкт-Петербургское шоссе в Стрельне, на котором грузовик – большая редкость. Посмотрите, относительно новое покрытие уже проседает и плывет. И такие примеры нетрудно найти в любой части страны. Так при чем тут грузовики? Конечно же, мы вовсе не собираемся обвинять в бездорожье, легковой транспорт или пользователей шипованной резины. Мы лишь хотим показать, что правительство без всяких на то разумных доводов намерено в очередной раз с помощью дополнительных сборов с большегрузов компенсировать свое бездействие и свой непрофессионализм.